Итак, сегодня рассмотрим этнические институты. Прежде всего нужно отметить, что с точки зрения институционального подхода, этничность представляет собой набор этнических институтов, которые отражают нормативные представления об идеальном поведении членов этногруппы. Этний институт указывает, что для них является допустимым или недопустимым. С точки зрения институционального подхода, этноинституты можно разделить на некоторые категории. Во-первых, это институты границ. Они отвечают за решение вопросов о том, кто входит в состав этнической группы, кто потенциально может войти, а кто совершенно точно должен быть исключен. Институты границ отвечают за своеобразный фейс-контроль, который осуществляет этносообщество по отношению ко всем другим группам. Например, в Соединенных Штатах, как и в Латинской Америке в 17-19 веках, институты границ определялись простым этнодифференцирующим правилом, чтобы считаться афроамериканцем достаточно одной капли черной крови. По мнению антрополога Дэвиса, функциональным смыслом подобного этнорасового института было ограничение возможных изменений в позициях белого большинства, а. Исторические причины возникновения наличия женщин-мигрантов европейского происхождения как потенциальных сексуальных партнеров. А. Психологической основой европоцентрические стереотипы о необходимости защиты белых женщин от колонизированных мужчин. Институциональные запреты на смешанную расу наряду с существующим у белых американцев страхом перед черными, законодательным поощрением браков между белыми и четкими межрасовыми градациями между людьми с различными оттенками черной кожи привели к тому, что афроамериканцы с более светлой кожей чаще назначались на административные посты. Оттенокожий во многом определял социально-экономический, культурный, лингвистический, в частности повседневное использование негритянского английского языка и даже образовательный статус. Опросы показывают, что представления по идеальной афроамериканскости у жителей Детройта различаются. Примерно 3 черных жителя города предпочитают называть себя афроамериканскими, 44% называют себя черными и 12% относятся к неопределившимся респондентам. Распад по этнографским критериям стал причиной политического внутриамериканского конфликта в 2007-2011 годах, когда члены племени и народа Чироки на референдуме внесли изменения в Конституцию, установив, что к племени может принадлежать лишь тот, у кого в роду был хотя бы один индейец. Вот это институциональное связывание кровного и расового родства ограничило потомков чернохожих рабов в избирательных правах, возможностях получать бесплатное медицинское обслуживание и поступать в университеты на льготных условиях. Кроме того, лишенные индийского гражданства, индо-афроамериканцы остаются без финансовой поддержки со стороны федеральных властей, которые не облагают налогами коренное население. Похожие этнорасовые противоречия влияют на формирование афроизраильской и афро-мексиканской идентичности. Некоторые этноинституты в Соединенных Штатах структурируются по линии этно-религиозных разломов. За исключением американцев мексиканского происхождения, которые в этноидентификационном отношении придерживаются либо чекану, либо мексикану-американской идентичности, большая часть американцев-англосаксов продлежит к среднему классу с примерно одинаковым семейным годовым доходом и схожими профессиональными видами деятельности. Их главным идентификационным критерием является принадлежность к определенной протестантской общине. У некоторых этно-конфессиональных групп, например, у мормонов в Юльте или амиши в Индиане, идентичности формируются и фиксируются в специальных книгах. Доминирование общинных этнических идентичностей объясняет тот факт, что на вопрос, каково ваше этническое происхождение, лишь 5% опрошенных отвечают американец, а остальные относят себя к одной из 215 этногрупп. Другим показателем, например, институционального распада этноидентичности по этно-религиозным критериям являются боснийцы, которые только в 60-е годы 20 века как общность обрели самоназвание югославских мусульман. До этого для соседей по региону они были исламизированными славянами, хорватами или сербами с девиантной конфессиональной идентичностью, чей миф о коллективном происхождении отчитывается с момента их обращения в ислам. У индусов и цыган институциональный распад происходит по линии этнопрофессиональной, этнокамстовой или этноцеховой принадлежности. Если одна этногруппа цыган, к примеру, занимается изготовлением музыкальных инструментов, то играет на них уже другая группа. Профессия – это один из ключевых интенциональных факторов, определяющих социальное положение человека в современном обществе. Разные группы тамборов цыган представляются по профессиональной специальности. По мнению исследователя Рейзера, в соответствии с этнопрофессиональной самоидентификацией, цыгане также делятся кальзерами, которые работают по металлу, панули, которые специализируются на дрессировке животных и представлениях, и также другие группы. Несмотря на условность этнопрофессионального отделения, каждая группа считает истинными цыганами только себя, и даже браки между ними заключаются редко. Поскольку цыгане практически не интегрируются с другими этногруппами, хотя большая часть, например, российских цыган, проживает вокруг крупных городов, межнациональных браков у них немного. Высокая степень локализации цыган, их низкая адаптивность и относительная замкнутость этноинститутов является одной из причин современных конфликтов цыган с титульным населением Франции, Ирландии, Румынии и Великобритании. При этнопрофессиональном структурировании экономически успешная этническая группа с восходящей мобильностью ее членов может адаптировать институты политические и культурно-господствующие этногруппы к своим потребностям посредством процесса, который называют санскритизацией. Санскритизация – это процесс, когда культурно-доминирующая группа открывает институциональные возможности для втупления в нее представителей других этногрупп, облегчает групповую мобильность даже в иерархической системе с доминантной кастой. В этнокастовой системе этногруппы разделены на высшие и низшие. Этническими аутсайдерами являются, например, буракумины в Японии. Это потомки исторически сложившихся в Средневековье и имеющих непрестижную социальную репутацию каст грязных профессий, которые имели дело с культурно определенными нечистыми видами деятельности, включая смерть людей и животных, в частности мясников, могильщиков, мусорщиков, которые по применяемым к ним дискриминационным правилам напоминают неприкасаемых в Индии. Несмотря на правовую эмансипацию в 80-е годы XIX века, их социальная дискриминация продолжается. Еще один пример – жители Окинавы, длительная историческая изоляция которых от страной Японии сформировала некоторые социокультурные различия и отличающийся диалект. У многих этногрупп институциональный распад происходит по конфессиональным критериям. К примеру, в XVIII-XX веках важным фактором армянской этно-самоидентификации была близость к армянской апостольской церкви. Армяне идентифицировали себя с армянством в основном через религию, поэтому иногда происходила ассимиляция армянами других этногрупп. К примеру, некоторые крымские татары приняли армянскую веру. Субармянские идентичности структурировались на основе девиантной религиозной принадлежности. Как указывают современные этнографы, между ними существовал довольно сильный антагонизм, отсутствие гостеприимства, нелюбовь к чистоплотной жизни, весьма свободное отношение полов, полное раздробленное сельхозяйство. Вот те черты, которыми григориане всегда отмечают армян-католиков. Для этногрупп католиков, Пшези, Велогузи, Артвинцы и других, использовались экзоэтнонимы Франки, Франки или Ференки. Иногда армянская идентичность использовалась как синоним для христианской идентификации, например, в случае армян-греков или цатов, а мусульманская принадлежность заменяла турецкую идентичность. Согласно этнографическим данным, в Иране проживают субэтногруппы ираноязычных армян-мусульман. Их считают частью армян-татов. Эта субэтна с армянской идентичностью, также дисперсно расселённая в Азербайджане и России. Среди татов мусульман используются азербайджанский язык. Они во многом утратили татский язык, традиции и самосознание. У проживающих в Иране армянская идентичность выражена, присутствует только у старших поколений, у которых сохраняются армянские имена и фамилии. Молодые люди чаще отождествляют себя с иранцами. Также с иранцами отождествляют себя даглинцы, лахиджи, парси, хызынцы и другие этносубгруппы персов Закавказия. Власти Адыгии проводили таргетированную этномиграционную политику привлечения зарубежных адыгов, в том числе косовских. Политика привлечения этномигрантов закончилась неудачей. Искусство в Адыгии переселилось всего несколько семей. Причины являются не только экономическими. Одна из причин заключается в этно-институциональной разобщенности косоваров, которые делятся на родственные земляческие кланы, политико-социальные объединения в Айраке и социально-племенные фрисы. Поскольку институциональное наполнение этничности индивида трансформируется до необходимости его этно-адаптации к местному социуму, происходит постоянная локализация этно-идентичности. Этно-идентичности мигрантов, вернувшихся в Россию, по важным институциональным критериям, степень владения русским языком, правила повседневного поведения, конвенциональность тех или иных исторических дат и событий и т.п. отличаются от нормативного этно-идеала русскости. Массовый возврат соотечественных не привел к росту этносоциального сцепления. Местное население России, как правило, недовольно даже русскими мигрантами стран Центральной Азии. Они выглядят немного по-другому, по-другому работают, меньше пьют и в целом не совсем русские. В регионах периодически возникает межэтническая напряженность в отношениях между диаспорами мигрантов, формирующими новую субэтническую идентичность, и принимающим населением, что проявляется в локальных конфликтах. В этно-институциональном смысле идентичность таджика-мигранта в России несколько отличается по сравнению с этничностью таджиков, проживающих в республиках Центральной Азии. Традиционные народы, к примеру, черкесы, часто воспринимают своих соплеменников, уехавших в западные страны и частично утративших там исконно присущую им традиционность в виде традиционного скетизма, как несколько других, обладающих девиантной этнопринадлежностью. Мигрантизация сопровождается институциональной дегомогенизацией этносоциального пространства. Левит назвал идеи нормы, которые мигранты приводят на новое место жительства, социальными переводами. Они включают в себя нормы межличностного поведения, представление о внутрисемейной ответственности, стандарты возрастного и гендерного соответствия, принципы участия в жизни сообщества и общины, и стремление к социальной мобильности, а также ожидание об организационной эффективности, как должны функционировать церковь, государства или суды. Институциональные противоречия между этноинститутами, предносимыми мигрантами в общественную жизнь и традиционными нормами локальных общин, то есть различными уровнями и способами речи, различающихся между собой этно-дискурсов, потребовали от власти институциональной разработки внутренних конвергентов правил перевода в виде региональных кодированных норм или официально рекомендованных правил поведения для мигрантов. В условиях роста численности мигрантов в этносоциальном пространстве, нарастание как внутренних, так и внешних миграционных потоков, а также институциональных противоречий по линиям местной приезжей и соответствующем усложнении межэтнических отношений, особую социальную роль получили этнопредприниматели. Они играют ключевую роль в оценке обоснованности этноинститутов, спорят об их применении, развивают или отклоняют норму поведения. Как подчеркивает Эммануил Валерстайн, в традиционных сообществах такую роль часто выполняют переводчики, которые обладают высоким социальным статусом, поскольку могут транслировать элементы дискурса другим этническим группам таким образом, чтобы транслируемый текст, упреждая ответ, содержал в себе элементы перехода на чужой язык. Сохраняя некоторые институты, как пережитки обычаев, стереотипов, внутренних предпочтений, демографических паттернов, традиций материнской этнокультуры, этносубгруппы адаптируются среди чуждого им этнокультурного большинства или скрывают институты, которые оставляют четкий идентификационный след. Так, социологические опросы среди русских жителей Таджикистана показали, что не четко осознают инаковость от русских, проживающих в России. Они формируют особую субкультуру, которая является девиантной как в России, так и в Таджикистане. По мнению ученых, этнические русские из Центральной Азии оказались достаточно восприимчивы к традициям и обычаям окружавших их народов. Они меньше пьют и гораздо гостеприимнее. Этносоциологами был даже придуман этноним русскодумывающие. Периферийные группы с двойственным или пограничным этносамосознанием стигматизируются, поскольку в общественном сознании этнобольшинства сохраняются негативные и пренебрежительные стереотипы их идентификационной связи с материнской этногруппой. Как указывают мигранты-армяне в Ростовской области, чем дольше они живут, тем меньше остается армянской культуры в каждодневном быте. Армянская остается только в этикете, на свадьбах, в похоронах. Это очень плохо, что тут нет армянской школы, и мы не учим язык. А нет языка, нет культуры и нет народа. За последние годы в нескольких школах Ростова-на-Дону началось факультативное преподавание армянского языка. Например, цыгане-армяне, Кричу, Лом, Бор-Боша, проживающие в Армении, обладающие армянским самосознанием, армяно-грегориянской верой, использующие армянский язык в повседневном общении и испытывающие патриотические чувства государству, часто выражают недовольство, что их по-прежнему сравнивают с предками, занимавшими каким-либо цыганским ремеслом. Существует экзоним для потомков межэтнических браков, шоу-твазгай, перевернутый армянин. В России они практически не знают армянский язык, не следуют армянским обычаям, но и могут носить армянские фамилии. Молодежь чаще всего владеет разговорной речью с усеченной лексической базой и не владеет письменностью. Стигматизированной группой являются и проживающие в российских городах зоки, поскольку остальные армяне сохраняют негативные социально-психологические представления об их еврейском происхождении. Институциональная разобщенность не позволяет соединиться в нацию слабо интегрированным этногруппам курдов. Их политические проблемы состоят не только в принадлежности к разным государствам, но и в конфессиональной разобщенности курдов, насуннитов, шиитов, христиан, иудеев, езитов, последовательных других религиозных региональных сект. Второе. Институты сфер деятельности. Это допустимый и недопустимый сфер этнической деятельности, часто воплощаемый в виде этнической экономики. Этнического окраинства могут иметь и отдельные традиционно-спортивные дисциплины. Третье. Процедурный институт. Включая этно-лигвые институты, в особенности коммуникационные правила использования того или иного языкового кода для общения между своими и чужими. Четвертое. Информационные институты. Правила информирования этносообщества о ключевых событиях и возможных когнитивных и эмоциональных реакциях на них. Принятые в этнообщности дескриптивные и прескриптивные институты представляют механизм социального наследования с аккумулирующимися сложными бихевиоральными паттернами, которые с детства воспринимаются как важный жизненный код. Хотя, как указывал конструктовок Оральн Торрендорф, интерпретации принятых стандартов могут быть различными. Члены этногруппы в ходе социализации усваивают правила речи на определенном языке, употребление определенной пищи, пение определенных песен, проявление схожим образом дескрипуции подавления, когда чувства, эмоции и переживания, приемлемые в одной этнокультуре, выглядят странными и неподходящими в другой. По мнению социальных психологов, в общественном сознании этногрупп различаются представления о возможных эмоциональных экспрессиях, в особенности интернализированных и подавляемых. К примеру, на Западе не принято расспрашивать родственников об усопшем, чтобы не печалить и не ранить их чувства. В некоторых восточных культурах, например среди филиппинцев, доминируют противоположные поведения. Там принято напрямую расспрашивать и вызывать слезы у родственников, чтобы помочь им лучше справиться с горем. В соответствии с принципами интернальной и экстернальной стабильности, предложенными фон Нейманом и Моргенстеном, работа в рамках теории игр, норма является стабильной, если любое решение за пределами нормы преодолевается решением, рекомендованным нормой. Стабильности не существует, если сложно или даже невозможно найти уникальную норму, заведомо отказывая всем остальным вариантам в прямой конкурентной борьбе. С точки зрения теории игр, этноинституты, формирующие этноидентичность не являются стабильными. Они подобны друг другу так, что нормальное функционирование этноидентификационной системы предполагает наличие хотя бы некоторых институциональных исключений и девиаций. Этничность – это особая форма трансмиссии институциональных связей и правил поведения в сообществе и невозможно осуществить в недеформированной форме. Возникают неизбежные ошибки. На новом витке развития этноста воспроизводятся прежние институциональные дефекты и дислокации. Потенциальная энергия существующей деформации трансформируется в новые институциональные паттерны, которые добавляются к уже существующим элементам. Институциональный распад начинается в результате роста дефутных правил в языковой, культурной или религиозной сферах. Чем меньше институциональных исключений, чем более упорядоченной является структура идентичности, тем она устойчива к деформациям и разрушениям. И напротив, чем больше неправильности в структуре идентичности, нарушающих ее целостность, чем больше структурных дефектов этнобихиоральных мест лобины, которые понижают идентификационную прочность, склонение от идеального этноповедения, тем идентичность менее прочна и более подвержена деформациям и изменениям. Как адвокаты, которые используют ситуационную вариативность, потенциальную возможность переоценки и стараются зацепиться за любую смысленность, предоставляемую нечуткими размытыми нормативными формулировками, этносубъекты, расширяя круг смягчающих обстоятельств неисполнения норм, выбирают правила, первоначально воспринимаемые большинством как девиации. Постепенный рост числа девиатных этноправил расширяет сферу нормативной допустимости и заставляет переоценить общепринятые традиции, пока точное исполнение институтов, первоначально воспринимаемых в качестве нормы, не становится фактически исключением. Институциональные исключения — это особые нормы, применение которых в повседневных интеракциях ограничена ситуационная интерпретация социальных агентов. Они носят, если не девиатный, то пограничный характер и могут толковаться и как оппортунистское нарушение институциональных обязательств конкретного социального агента перед другими агентами или всем сообществом, и как творческая конкретизация первоначального института о следовании его духа, а не букве, как зеркальное отражение института, предполагающее существование прародителей. Институциональные исключения структурируются в бинарной оппозиции. Ситуационное толкование заменяет первоначальный смысл нормы на отличающиеся или даже прямо противоположные значения вербальные конструкции, объяснения и оправдания выстраиваются по схеме «да-но». Рост девиантных этноправил и их взаимное усиление развивает сначала ситуационную, а затем категориальную идентификационную девиантность. В поведении индивидов, а затем в их самосознании появляются дислокационные разрывы с доминирующими этноинститутами. При росте трансформационных этносоциальных противоречий дефутные правила, первоначально присутствующие в институциональной решетке любой этноидентичности в несколько хаотическом виде, объединяются в общественном сознании в этносу групповой девиантизированность. Культурное и языковое давление других этносов усиливается, институциональные связи в одной группе ослабевают, а идентификационные системы становятся хрупкими. Дальше происходит расширение смягчающих обстоятельств, пока точное исполнение первоначально нормативных институтов не становится исключением. Как писал американский антрополог Грифорд Гепс, то, что люди считают истиной, не изменяется, или по крайней мере не изменяется сильно, изменяется способ восприятия. Где раньше была вера, теперь объяснение, и не очень убедительные. Там, где раньше было официальное мнение, теперь гипотеза и довольно неточные. Прямого скептицизма их даже не доверия немного, зато возрастает самообман. Этноидентичности обладают деформационной устойчивостью, консистентностью и пластичностью. Они конструируются на основе норм этноповедения, которые подчиняются закономерностям распада на институциональные исключения. Эти исключения представляют собой дефолтные ситуационные правила, первоначально обсуждаются в дискурсном пространстве интеллигенции учеными и политиками с тем, чтобы исключить радикальные институциональные варианты или пересмотреть отдельные элементы привычных институтов. Если локальная общность в качестве бихеверальной основы выбирает схожие институциональные исключения, в соответствии с которыми решаются вопросы членства языка, распределения ресурсов и т.п., тут формируется этносубгруппа. Это важный элемент институциональной коллаборации этноста. Индивиды, входящие в субэтнос, где связанные с ним, становятся значимыми агентами приспособления. Они интерпретируют старые этноинституты в контексте новых этносоциальных требований и конструируют порядок приспособления к ним. Институты прежней этничности не соблюдаются, когда лояльность к ним становится автономной, ситуационной и дискретной. Когда существование новых институтов объясняется историческими причинами, то ссылки на институциональные исключения становятся неситуационными или конвенциональными с точки зрения повседневного удобства и рационализированного использования оккультурными и идентификационными. Институциональные девиации нормализуются и становятся приемлемыми. Это препятствует дифференциации этносубгруппы, увеличивает сопротивление и возможные ассимиляции и становится источником конфликтов с основной частью этноста. Институциональный распад обеспечивает групповую динамику и трансформацию групповой идентичности. Новая идентичность временно останавливает перманентный процесс девиантизации пространства повседневных интеракций. Девиантизация примеряет индивидуальное сознание с не вполне правильными, эффективными и разрушенными институциональными практиками. Формирование субгрупп сбрасывает прежние внутригрупповые девиации, а также излишние или чрезмерные социальные обязательства индивида. Новая идентичность позволяет на вполне оправданных в общественном сознании конвенциональных основаниях не соблюдать традиции, норм и правила бывшей группы. Обнуление девиационного хвоста и груза прошлой истории группы, избавление от институциональных шероховатостей нулевых, то есть неработающих институтов, очищает бихеваруальное пространство и обеспечивает постоянное институциональное развитие. Эта группа не могут внезапно исчезнуть или появиться, их генезис частично сохраняет культурные, языковые и или религиозные связи с прежними сообществами. Этничность фактически возникает, когда накапливается критическая масса институциональных исключений, которые нужно социально легитимизировать. Появление этничности связано с институциональным усложнением социума. Это ситуация бихеваруальной неопределенности и или институциональной избыточности. Значение имеет неоднородность институционального пространства, то есть то, как именно разные институты используются в повседневных интеракциях, наличие отличающихся правил или даже прямо противоположные бихеваруальных трактов по поводу одних и тех же социальных действий. В традиционном обществе не возникает достаточного количества институциональных девиаций, поскольку развитие новых правил поведения сдерживается целым комплексом социокультурных механизмов, из которых самым известным институциональным механизмом запретов является табу. Для традиционных социумов характерны патримониальные и клановые социальные организации, а этногенез активизируется обычно в случаях роста межплеменных и межцивилизационных контактов, колониальных завоеваний и прочее. Этногенез происходит на основе унаследованных этнобихеваральных паттернов. Институциональная связь этногрупп с их предками прослеживается на культурном, языковом и территориальном уровне и теряется где-то в глубине веков. Фактически этногруппы не могут точно определить истоки возникновения свекобычев и ног, хотя у всех этносов детально разработаны этноисторические мифы о прошлом. Опробирование этноинститутов и длительная практическая проверка, естественная утряска, обкатка увеличивают потенциальную применимость. Использование этноязыка в межгрупповом общении или соблюдение культурных традиций происходит с минимальными когнитивными затратами. Обыденность этноинститутов свидетельствует об успешности этноинституциональной трансмиссии, то есть кросс-генерационной передачи этноинститутов так, чтобы их этномаркетная нормативность не оказалась полностью утраченной или деформированной. Высокая степень трансмиссиабельности этноинститутов – это основной институциональный критерий отличия этничности от других идентификационных форм структурирования социальной жизни и ее социально-эволюционные преимущества по сравнению с другими формами идентичности. Кросс-генерационная трансмиссия должна затронуть несколько поколений, чтобы социальные представления об изначальной девиантности групповой идентичности оказались утраченными, забытыми или как минимум выведены из активного общественного дискурса. Кросс-генерационная трансмиссия, то есть передача идентичности через поколения, должна передавать ключевые паттерны институтов. На эту трансмиссию влияет сила, с которой новый член разделяет групповые убеждения и интерпретационные рамки. Чем более дифференцированными являются новые члены группы, то есть чем больше они различаются между собой, тем больше ресурсов тратится для трансмиссии институтов. В полиэкличном социуме или, например, в мегаполисе, где институциональные паттерны одной группы не носят монопольного характера и вынуждены конкурировать нормы поведения, которым следуют другие группы, резко возрастают издержки на трансмиссию этнических институтов. В трансформационной среде культурное и языковое давление других этносов усиливается, институциональные связи ослабевают, а системы идентификации становятся хрупкими. Как только институциональное пространство передвигает гомогенным, имплицитные контрактные обязательства в пленах сообщества по сохранению институтов культур, языка и социализации фактически разрушаются. Институты определяют сообщества, указывая на основу для идентификации. Засорение монолитного институционального пространства этногруппы с другими институциональными паттернами усложняет выбор идентификации и заставляет социальных субъектов селекционировать институциональные практики. Когда социальный агент наблюдает за двумя, тремя или несколькими примерно равнозначными наборами институциональных паттернов соответствующих этногрупп, проживающих на одной территории, увеличиваются транзакционные издержки на предпочтение той этничности, которую он принял бы в ситуацию отсутствия альтернативы. Выбор между несколькими этними институтами и необходимость выбора снижает создаваемую этничностью экономию транзакционных издержек. Профессия – это один из ключевых интенциональных факторов, определяющих социальное положение человека в современном обществе. В профессиональных сообществах практически всегда присутствуют как четко выраженные институциональные критерии статуса, так и формализованные и наделенные некоторой степенью административной власти субъекты, контролирующие соблюдение профессиональных стандартов коллег и принимающие в некоторых случаях формально правовые санкции, например, запрет на профессию или лишение лицензии. Однако профессиональная идентичность не передается генерационно, то есть не передается через поколения. Хотя традиционно есть преемственность в некотором круге профессий, например, среди военных, но при четком идентификационном закреплении профессий с конкретными группами и возникновении кастрости, идентификационное пространство неизбежно этнизируется. Хотя поддержание этничности требует определенных затрат ресурсов и времени на соблюдение этнопраздников, изучение языка, традиций, культуры, религиозных обрядов и прочих вещей, обычно социальные агенты не стремятся деятельности. Есть несколько институциональных причин, побуждающих индивиду находиться в составе этногруппы даже в ситуациях, когда такое членство является неудобным или затратным. Прежде всего, исходя из аксиоматического положения у неустойчивости от личности, очевидно, ее слабость по сравнению с другими формами социальной идентификации, если мы будем говорить примитительно к институтам. Это соответствует подходу Марка Грановетра о силе слабых связей. Классическая этносоциология исходит из постулата о значительной социальной силе, этничности и этнических лояльностях. В анализе этих конфликтных процессов другие точки зрения практически не рассматриваются. Предполагается, что сильная форма идентификации заставляет людей самостоятельно или под этно-идеологическим воздействием вступать в межэтнические конфликты, защищая территорию, культуру, язык и т.п. Исходя из социально-корреляционных взаимосвязей и статичных формулировок, логичным из этой предпосылки будет обнаружение некоторой постоянной межэтнической напряженности. А сами конфликты должны всегда интенсифицироваться при возрастании межэтнических интеракций. Однако большая часть социального пространства свободно от межэтнических столкновений, например, транспорт. Представители даже враждебных этнических сторон и националистических группировок обычно спокойно летят в самолете. Редко возникают межэтнические конфликты в поездах, на теплоходах, рейсах и автобусах. То же самое относится и к многим стационарным объектам. Например, гостиницы, супермаркеты, фитнес-центры. Хотя в небольшом пространстве находится множество людей с другими взглядами и разной принадлежностью этнически и религиозно, разными традициями и часто противоречащими друг другу социальными стереотипами. Межэтнические конфликты, о которых обычно сообщают СМИ, они происходят большей частью на улицах, парках, скверах, дорогах. В институциональной терминологии это называется общим пространством, которое характеризуется отсутствием специального институционального покрытия и поэтому нуждается в специальном регулировании. Качество институционального пространства предопределяет социальную значимость, как этническая идентичность и вероятность возникновения межэтнических столкновений. Отличное поведение, в частности на объектах транспорта, четко регламентируется. Специальными созданными службами постоянно осуществляется мониторинг. Практически все девиации тут же становятся известными соответствующим должностным лицам. Частный сектор, например гостиницы и торговые центры, также создают четкие правила поведения и выделяют ресурсы на их мониторинг, контроль за соблюдением и наказанием провинившихся, как обращаясь к правоохранительным структурам, так и не обращаясь. Даже при наличии объективных социальных факторов, высокого уровня ксенофобии и межэтнической направленности в обществе, институциональная спецификация пространства обеспечивает в целом соответствие поведения индивидов социальным нормам и ожиданиям. Социально-антропологические замеры показывают, что индивиды действительно вступают в этнополитические столкновения из этнической идентичности. Однако необъяснимая классическая этносоциология парадоксальной социальной ситуации состоит в том, что, к примеру, приезжавшие в Нагорный Карабахо западные армяне были готовы сражаться и умирать за землю предков. Но, по-видимому, они не были готовы выучить армянский язык хотя бы в некоторой степени, чтобы общаться с местным населением на бытовом уровне. И этот парадокс раскрывает институциональная теория. Институциональная теория указывает, что, скорее всего, армянскость не основывается на логистических критериях. То есть можно не владеть армянскими законом, но восприниматься социумом, а также считать себя армянином. И, подобно институциональная слабость, она является источником идентификационной устойчивости, позволяя индивиду примириться с неким собственно поведенческим несовершенством, то есть не знанием языка, не знанием каких-то культурных норм, традиций и культуры. Для сравнения можно указать на негативное социальное воздействие институциональных особенностей многих северокавказских этносов на процессы этой мобилизации. Гораздо меньше потоки за рубежа добровольцев, готовых участвовать в абхазском конфликте или чеченских войнах, меньше, конечно же, по сравнению с Нагорно-Карабахским конфликтом. И это несмотря на многочисленные диаспоры в Турции, Сирии, Западной Европе и Северной Америке, свидетельствовал в том числе и о жесткости нормативных требований и определенной бескомпромиссности этнического идеала. Дальше такое качество, как устойчивость к девианцам. Этничность позволяет социальным агентам нарушать по крайней мере некоторые нормы этноповедения в культурном, конфессиональном или языковом пространстве повседневных отношений, не становясь при этом полностью нелояльными к сообществу и оставаясь в составе этногруппы. Как указывает теория фальсифицированных предпочтений, социальным агентам с девиантным поведением выгоднее скрывать проступки. Осуществляя институциональную мимикрию от внешнего социального контроля, можно создавать видимость соблюдения этнообычаев, традиций и даже языковых норм, фактически нарушая их. Профессиональная сфера несоблюдения правил приводит к очевидной депрофессионализации. 3. Этносоциализация встроена в естественные процессы повседневной социализации и поэтому она реализуется практически без принуждения. Пространство этноинституциональных отношений является самоочевидным как для группового инсайдера, так и для тех, кто наблюдает за этногруппой со стороны. Например, чтобы научиться, чтобы получить второй закон термодинамики, нужно знать как точную формулировку, так и математический аппарат доказательства. Но для пересказа этнической истории, сказки, легенды или мифа достаточно самых общих представлений. Можно добавлять новые сюжетные линии, изменять местодействия на героев. Даже обучение на языку никогда не требует точного знания. И поэтому родители передают своим детям правила в несовершенной форме в том объеме, который они знают сами. Интернализируются все или практически все нормы и образцы поведения, предлагаемые этносоциумом. Для трансмиссии, то есть для передачи любой другой социальной идентичности, требуется больше ресурсов. Например, если это профессиональная социализация, то нужны определенные действия, направленные вначале на учение выбранной профессии, получение специального образования, получение опыта работы и т.д. Схужие поведенческие паттерны создают общее пространство, которое побуждает агентов адаптироваться. Доминирование этничности в повседневном пространстве снижает издержки на трансмиссию идентичности, что связано с возможностью изучения наблюдаемых признаков этничности, язык, культурные артефакты, символы и прочие без необходимости затрачивая дополнительные ресурсы и время. Этничность доминирует социуми, где издержки на альтернативные паттерны социализации достаточно велики. И наоборот, где этнизация происходит, когда снижаются издержки на неэтническую социализацию. Этнизация – это не отказ от этничности в общем виде. Это процесс переструктурирования пространства институтов внутри группы, когда институциональные пустоты, лакуны этой идентификации заполняют другие и институциональные формы социальных идентификаций. Трансмиссия этничности не нуждается в механическом калькировании и вносим правилам поведения. Они могут быть и фактически являются нечеткими, расплывчатыми, допускающими множество толкований и интерпретаций. Чем больше институты этничности носят имперфектный характер, тем проще передаются. Объективизация профессиональной деятельности, к примеру, врача, реализуется в соответствующих научных и учебных заведениях, но отсутствуют специальные институциональные структуры, где можно было научиться нормам, в частности, русского поведения. Межпоколенческая передача норм этого поведения ограничивается перцептивными и когнитивными рамками индивидуальных интерпретаций. Однако институциональное творчество ограничивается тем, что границы нарушения норм не всегда понятны, поэтому серьезные и деятельные поступки могут привести к социальным санкциям, и сообщества могут быть измены тем, кто не соблюдает общие правила. Этничность в отношении институтов укрепляет любую другую форму социальной идентификации. Чтобы сохраниться, группы должны принимать новых членов, каждый из которых, самоопределяясь, приносит некоторую свою трактовку социальной реальности и свое отношение к соблюдениям и возможным нарушениям групповых норм. Если трансмиссии идентичности не происходит, поскольку институты являются сложными, запутанными или слабо связаны с изменившейся реальностью и непонятными для новых поколений, то есть если увеличение списочной эффектности группы происходит в основном за счет притока новых членов, а не за счет социализации и наследования, то идентичности не идентифицируются. 4. Институциональная эквивалентность идентичности Классическая этносоциология исходит из четкой структурированности всех форм идентификации. Предполагается, что есть как низшие, так и высшие формы, и они между собой образуют нечто вроде пирамиды идентичности или матрешки. В идеальных случаях индивид является членом семьи, этнической группы, регионального сообщества, национального государства и на макро уровне человечества. Но во многих реальных ситуациях множественные идентичности неконгруентны. Для классической этносоциологии межэтнические отношения являются иерархизированными, по крайней мере на индивидуальном уровне. Шкала социальной дистанции исходит из положительной координационной взаимосвязи между экстраированием индивидов в позитивной или негативной идентификационной окраске по отношению к некоторой этнической группе и степень его принятия или непринятия в социальных ситуациях, предполагающих различную степень пространственной близости и насыщенность межперсональных взаимодействий. К примеру, считается, что если индивид готов принять человека с другой этнической, раствой или религиозной идентификацией в качестве члена своей семьи, то в любом случае примет его как коллегу по работе или соседа. Однако есть ряд исследований социологов, которые не подтверждают эту гипотезу. Они показывают, что это четкая взаимосвязь между этнической маркировкой индивида и отношением к нему в разных социальных ситуациях. Этничность индивида сильно влияет на готовность респондента включить его в число друзей, соседей по дому или потенциальных спутников жизни. Но значение имеет не столько этничность сама по себе, сколько и поведение, которое связано с этой этничностью, и институты, которые также привязаны к этой этничности. Поэтому принятие или не принятие индивида часто зависит не столько от формальной идентичности, сколько от ее институционального наполнения или, по крайней мере, восприятия правил поведения этническим большинством. Индивиды с отличающимися нормами поведения, в которых есть другие ритуалы праздников или при употреблении в пищу каких-то необычных животных, они часто воспринимаются как плохо предсказуемые и слабо адаптирующиеся. Люди часто не возражают, чтобы членами их семьи становились некоторые индивиды с идентичностью, которые стигматизируются в общественном сознании, поскольку общение с родственниками в современных условиях достаточно формально. Обычно это может быть несколько встреч по определенным поводам. Даже придерживаясь разных правил социального поведения, родственники в коммуникационных ситуациях будут адаптироваться друг к другу и конфликты будут нечастыми. Для вступления в брак и сохранения успешных семейных отношений у партнеров также должны быть определенные соотношения, определенная гармония между этническими институтами, которые регулируют семейную сферу. Это называется конгруентностью этнических институтов. Однако, в отличие от жестких бихеваральных ситуаций работы или соседства по дому, когда индивидуальный выбор симпатии или антипатии ограничен, сложно как-то отойти от человека, который вам неприятен. Необходимо находить правила совместного сотрудничества и общежития. В сфере дружбы есть довольно большой выбор. И в дружеских отношениях практически нет опасности использования другом каких-то необычных поведений. Друзья свободны в конструировании наиболее удобных для них, никого не обижающих и не раздражающих, и в то же время толерантных к индивидуальным различиям институтов в любой возможной сфере, в том числе в языковой. Поэтому, как показывают опросы московских социологов, только для третьих опрошенных, национальность индивида важна при устраивании с ним дружеских отношений. Совсем другое дело, по крайней мере в российских услугах, соседство с представителями других этнических групп. Они могут проявлять повышенную агрессивность, возможно даже провоцировать правоохранительные органы на регулярной проверке, что в случае каких-либо конфликтов приведет к вызовам, например, соседям на объяснение в органы следствия в качестве свидетелей. В случае бытового беспокойства или неудобства и конфликта потребуется собирать подписи от соседей или писать заявление участковым, вызывать какие-то государственные службы, всеми этими документами куда-то обращаться. Потенциально большое количество временных и транзакционных издержек, которые проще избежать, если объявление будет просто написано «сдаю квартиру славянской или русской семье», объясняет социологические данные. 40% опрошенных социологами Института социологии Российской Академии наук подчеркнут значимость этноидентичности в определенных жительных ситуациях, например, при сдаче квартиры в аренду. И это свидетельствует о недостаточном регулировании государственного института совместного проживания в общем территориальном пространстве, а также о слабости государственного принуждения по отношению к бытовым нарушителям порядка и спокойствию других граждан. Бытовая локализованность этничности является одной из причин ее отбойственного восприятия в России. Нечеткость стандартов поведения и стандартов взаимодействия в общем пространстве создают ситуацию неопределенности, а если мы вспомним положение теории рационального выбора, индивиды во всех возможных ситуациях стремятся неопределенность избегать. Поэтому неприятие мигрантов или граждан с другой этнической принадлежностью является не столько результатом ксенофобии или расизма или этноцентризма, сколько воздействием неопределенности правил поведения на социальное поведение. И характер поведенческого пространства предопределяет характер межэтнических отношений и межэтнических стереотипов. Как показывает исследование, идентичности, которые формально находятся на разных социальных уровнях, постоянно сталкиваются между собой в поведенческом и повседневном пространстве. Например, есть такой структурный конфликт между идентичностью россиянина и этноидентичностью. Предполагается, что принятие российскости как относительно нейтральной идентификации снизит межэтническую конфликтность. Однако этот политический проект в продвижении российскости еще в 90-е годы был во многом воспринят русскими националистами как продолжение политики диарусификации. Российскость идеологически оправдывалась демографическими аргументами. Таким образом, несмотря на формально разные уровни социальной идентификации, фактически все эти виды идентичности претендуют на одну и ту же поведенческую нишу. В некоторых случаях доминирует этническая идентичность, в некоторых – региональная. Иногда возникают социальные ситуации, в которых господствует национальная идентичность. По-видимому, есть некоторые отдельные группы социальных маргиналов, которых вообще не устраивает ни одна из имеющихся идентичностей. 5. Институциональная гомогенность Это некая поведенческая гомогенность, которая понижает естественную склонность индивида к оппортунизму, плюс к поиску эгоистической выгоды. Оппортунистские мотивы не сдерживаются рациональным ожиданием получения отдачи от долговременных инвестиций в этногруппу. Участие в жизнедеятельности этноса позволяет, к примеру, социализировать детей с минимальными издержками, обучая их этноязыку в процессе повседневных интеракций. В этом смысле этничность – это долговременные межпоколенческие обязательства индивидов, которые отличаются тем, что экономисты называют трансферабельной полезностью, то есть это возможность передачи от одного социального агента другому. По отношению к сложившемуся пространству взаимодействия новый социальный субъект выступает всегда в роли некоторого мигранта, потому что он должен решить, соблюдать или не соблюдать нормы поведения, которые предприняты в сообществе. А если не соблюдать, то какие и по каким причинам и основаниям? В каких ситуациях перед кем и как оправдываться? Тут значение имеет также не только самооправдание перед другими, но и самооправдание. Как избегать наказания в случае внешнего мониторинга и обнарушения нарушений? Обучать ли своих детей новым практикам поведения? Особое значение имеет поколенческая передача девиация, т.е. правила, по отношению к которым дополно известно, что они являются нарушениями традиций, которые все сообщество должно соблюдать. Некоторые из наблюдаемых этнических обычаев, традиций и норм поведения могут выглядеть непонятными, сложными и даже пугающими для неподготовленного внешнего наблюдателя. Самоэкзотизация правил поведения является одним из институциональных механизмов, посредством которого сообщества дистанцируются от остальной части социума. Чем более необычными или странными будут выглядеть правила поведения для общества в целом, тем сложнее членам соблюдающего их сообщества или ассимилироваться к другим этногруппам. Поэтому многие так называемые экзотические правила поведения соблюдаются в силу именно причин сохранения собственной идентичности, а не в силу рациональных экономических подсчетов. Такие обычаи требуют больших затрат финансовых, организационных и временных ресурсов, а непосредственно выгода, которую получают те, кто их соблюдает, является неочевидной. Таким образом можно сделать некоторый вывод, что идентично возникает как социально-когнитивный выход из ситуации поведенческой неопределенности, когда одновременно социальный агент должен исследовать правила и нарушать, по крайней мере, некоторые из них. Это результат поведенческого компромисса и разрушения когнитивных диссонансов между необходимостью жестко следовательно нормативным идеалом и практической невозможностью это сделать. Когнитивные исследования показывают, что противоположные стимулы формируют когнитивный диссонанс. Люди испытывают дискомфорт и беспокойство от любой когнитивной непосредственности. Двойственная мораль, когда нужно выбрать две альтернативные нормы поведения с множеством условий исключения, например, либо использовать технический язык в интеракции внутри сообщества, либо привыкнуть к другому национальному языку или там используются ритуалы с традиционной свадьбой или современным бракосочетанием и подобный вызов. Они создают сильное психологическое давление. Понимание несовместимости двух знаний буквально разрывает человека на части, тремящийся противоположного на другую сторону. Существует прямая зависимость между социальным поведением и идентичностью, поскольку не только поведение укрепляет идентичность, но и идентичность является как минимум одной из побудительных причин сохранения некоторых форм так называемого национального поведения, которое для социума в целом может выглядеть ненужным или устаревшим. Социальное поведение, которое выгодно для сохранения группы, но не выгодно с точки зрения рациональных интересов отдельных людей развивается, если является ключевым критерием идентичности индивида. Тем самым идентичность заставляет отказаться от индивидуального эгоизма или хотя бы снизить степень его интенсивности в повседневных взаимодействиях. Социальное поведение. Оно должно быть морально обоснованным и ситуационно оправданным. Идентичность – это важный механизм саморационализации поведенческого выбора, и идентичность – это также убедительный повод для соблюдения или несоблюдения определенных правил поведения, а также совершения тех или иных социальных действий, которые в общественном сознании связаны с данной идентичностью. Рационализация изначально является сильным указанием на идентификационные причины соблюдения правил поведения убедительнее для общественного сознания, чем суд на ситуационные, политические или экономические факторы. Общество должно верить, что члены этносообщества соблюдают традиции и обычаи по внутренним эмоциональным и когнитивным причинам, и что инструментальные и ситуационные причины извлечения экономической выгоды из вот этой политической экзотики не являются основными, даже если есть фактические сомнения в том, что это так. Дегитимизация правил поведения, особенно если они выглядят необычными для общества в целом, невозможна без сильного подкрепления со стороны идентичности. Такое поведение используется для когнитивного якорения идентичности социальной реальности. Например, казачьи лампасы, они, скорее всего, уступают в удобстве джинсам, но тот, кто регулярно надевает казачью униформу, подтверждает свой статус идентичности, которая отличается от идентичности как того, кто надевает подобную униформу только по праздникам, так и того, кто вообще ее не носит. Но, тем не менее, самоидентифицируется с казачеством. В условиях жесткой когнитивной и аксиологической дихотомии между необходимостью соблюдать институты в соответствии с доминирующими социальными ожиданиями и прагматичным предпочтением ситуационной девиации, идентичность позволяет изменить логику институционального позиционирования, обеспечивая наибольшую степень моральной оправданности перед социумом в целом. Гомогенность институционального пространства обеспечивает низкие сдержки на внутренние группы, механизмы контроля и санкционирования. Во многих социальных ситуациях проще следовать правилам, чем нарушать их. Если нормы поведения примерно одинаковы, любые значимые девиации во внешнем виде или использование языка или каких-то культурных норм будут отмечены заинтересованными наблюдателями. Соблюдение или несоблюдение этого института является важным конфликтогенным фактором в условиях полиэтничной среды и вынужденным взаимного проживания представителей для разных этнических групп, особенно мигрантов и принимающего их население. На повседневном уровне происходит обычно четкое разделение ассимилированных и неассимилированных мигрантов, соблюдающих и не соблюдающих на традиции нормы представителей институтных этносов. Внутри этнический контроль и мониторинг поддерживаются с помощью механизмов полицентричности. Это одна из ключевых категорий Белометтонской школы и на эту тему у меня есть несколько соответствующих видео. Полицентричность – это социальная ситуация отсутствия внешнего контролера, когда социальные функции мониторинга и контроля распределяются, чтобы обеспечить равновесие, поведение и взаимное соблюдение членами социума взятых на себя обязательств. И собственный механизм полицентричности обеспечивает самоконтролируемость технической группы. Как показывают исследования институтов, число сторонников новой идентичности вначале медленно возрастает, затем происходит скачиваемобразный подъем и постепенное снижение. Этот эмпирический феномен объясняется следующим образом. Именно групповая плотность является ключевым фактором формирования новой идентичности. Новая форма идентичности рассматривается как легитимная и естественная самоорганизация только параллельно росту групповой плотности, хотя и не всегда верно приравнивать численное доминирование и легитимность. С этой точки зрения, не многочисленность этногрупп создает им серьезные проблемы с легитимностью. Когда приверженцев этнопринадлежности немного, сложно объяснить производителям других этносов, почему идентичности является естественным и исторически укорененным в этнокультурный ландшафт территории. Хотя формирование сленга и обычаев у субкультурных групп геттоизирует их в общественном мнении, исходя из критериев институтов, очевидна искусственность подобных новых социальных движений. Так называемые орки, гоблины, скифы, сарматы, джедаи, эммы и прочие, они не являются этногруппами, несмотря на то, что, к примеру, джедаи официально во многих странах признаны новым религиозным направлением. А в Великобритании, Новой Зеландии, Канаде и других странах джедаиами себя называют сотни тысяч человек. Однако у подобных групп отсутствует поведенческая связь с прошлым. Они представляют собой продукт рационального конструирования интеллектуалов, писателей, блогеров или каких-то общественных деятелей в чистом виде. Хотя у них присутствуют основные институты, в частности, принятие в группу новых членов, приоритет общения на некоем групповом языке, мониторинге, контроль над поведением членов группы и прочие нормы, но их отличительные маркеры в историческом плане провисают в воздухе. Невозможно определить, у какой одной группы и в какой момент они были заимствованы. Также нельзя установить, на каком основании и в какой момент произошла девиентизация этих институтов. Отсутствие наследуемых паттернов поведенческих, лакуны в институциональной памяти и слабость институциональной трансмиссии стоит под сомнение способность этих групп самовоспроизводиться в межпоколеническом измерении. Однако, возможно формирование субэтногрупп, у которых, к примеру, в доминирующую австралийскость к ключевую этноидентификацию добавятся отдельные конфессиональные и псевдоконфессиональные компоненты по линии институционального распада буддистов, австралийских буддистов, австралийских буддистов и джедаи. Если произойдет якорение существующей этноидентичности с новыми постмодернистскими идентификациями, если сформируется конвенционально приемлемый идентификационный гибрид, его трансмиссия на протяжении нескольких поколений завершится удачно, сформируются субэтногруппы, у которых джедайскость станет институциональным маркером. Этногенет зависит от успешной институциональной трансмиссии новых правил и их закрепления в общественном дискурсе. Этносообщество появляется, когда в реинтерпретации этнореальности возникает общественная договоренность по поводу институтов и неформализованных исключений. Этногенет завершается, когда институциональные различия между этногруппой и ее соседями в ожидаемом социализированном поведении становятся заметными для внешних наблюдателей. Этноидентичность кристаллизуется в социальных интеракциях в момент деятельности в общественном сознании, связанных с ней институциональных исключений. Этноидентичность кристаллизации